Поэтому все, что может хоть немножко увеличить скорость открытия вами огня, имеет значение. Все, что хоть немножко быстрее выведет вас из-под огня, имеет значение. Это критически важно. Никаких отговорок быть по этому поводу не должно. Человек, сделавший, по-моему, выстрел с 200 метров, с дуру в раше, увидев, что вот вы вышли из-за угла, вы его не видите, он весь такой в восторге, по-моему, выстрел и не попал. Ну, через сколько будет следующий выстрел? Ну, если он не очень хорошо подготовлен, ну, секунды-полторы он потратит. Ну, да, значит, время вашей реакции, время выхода из-под огня. Вы думаете, вторым будет в парню? Не факт. Если не попал первым, вторым уж точно. Почти наверняка, с таких-то дистанций. Это имеет значение, действительно важно. И об этом нужно говорить. Поэтому перевод оружия в направление и принятие из готового ли стрельбы, и уход с линии атаки – это критически важные вещи. Я сейчас разобью это на несколько видео по разному уровню, потому что получится иначе очень долго. Я прошел внимательно, ну, насколько есть возможность это просмотреть, и не нервяющий по поводу того, что я сейчас стою, не шевелюсь и разговариваю. Вам нужно это понять момент очень на всю оставшуюся жизнь, зафиксировать его в голове и при каждой возможности работать в этом направлении. Это действительно и тактически важно. Не только для решения боевых определенных тактических задач, как вы стоят, но и на такой смешной вроде не имеющей никакого значения вещи, как ваше выживание на поле блюда. Значит, вернулись к работе с оружием. Понятно, у нас есть перед нами цель, я это показывал. Значит, у вас есть нога, которая двигается вперед, нога, которая двигается назад, либо, да, у вас есть вывод вашего оружия на цель, это несложно. Вышли, сделали выстрел, никаких проблем нет. Значит, мы сейчас не в движении, вы сейчас на месте, мы реагируем на угрозы. Значит, вы должны понимать то, что перед вами это 12 часов, просто запомните, это несложно, есть разные системы, но запомните. Перед вами 12 часов, справа от вас, ну, зеркально, справа от вас это 3 часа, у вас за спиной 6, и вот там 9. Я показал относительно себя. Ну, вы можете представить себя на часах, понять, в чем вы делаете. Там у меня было 2, там у меня было 4-5. Это очень важно для работы, для того, чтобы быстро понимать, и быстро получать команды, быстро их давать. Мы сейчас не будем заниматься извращением на 2-3 часа, на 2-2, мы будем работать в жестких направлениях. Час, ну, 12, полдень, это понятно, никаких проблем не составляет. 3 часа, 9 часов, 6 часов. Первое. Ты можешь снять по инаке? Ну, чтобы они были в кадре, зацепить. Значит, правило хорошего тона. То есть, если жизнь раскорячит, сделайте все, что угодно. Но, в принципе, мы никогда не ходим спиной. Мы это знаем. На проковке мы разворачиваемся по возможности не задницей, а мы едем вперед и делаем разворот. То есть, можно, конечно, и задницей, но есть вариант поцарапать нашу. Поэтому, если вам нужно осуществить разворот, вы не делаете шаг пяткой назад. То есть, если я поворачиваюсь на 3 часа вправо относительно себя, я не, не делаю вот так. Я не могу сделать шаг туда, где я не знаю, что. Потому что я работаю в команде, потому что есть люди, и вещи, на которые я не обратил внимания, там может быть все, что угодно. Камень, булыжник, я могу ткнуться в него. Это просто элементарно неверно. Разумеется, есть ситуации, когда вы сделаете и так, когда раскорячитесь. Но затачиваться под этим не нужно. Делать нужно грамотно. Нужно осуществлять шаг носком вперед. Ровно так, как вы ходите. Соответственно, поворот в ту сторону будет выглядеть вот так. Простейшая вещь, элементарная. Капкотчи наш, еще раз, для самых внимательных и самых играющих в Counter-Strike, повторяю, не спиной назад, вот так делать нельзя. По возможности никогда так не делайте. А лицом вперед, вот так. В ту сторону, уж имеется, вот так. И когда вы хотите развернуться на 6 часов, когда вы хотите повернуться ровно обратно, вы делаете не вот так, а вы разворачиваетесь на скву. Левым, правым не имеет значения, каким вам удобно. Это важно. Вы должны видеть, куда вы идете, куда-нибудь ваше внимание. Совершенно принципиально. Не я за спиной, может быть все, что угодно. Пусть кипятого кирпича, я не знаю, не разорвавшаяся граната. Я вот хлоп, я что-то тут наступил, пошатнулся, прокатился, повалился. Не должно такого быть. Входите только в пилы. За редким исключением, я говорю, ну, бывает всякое, ситуации разные. Значит, это простая вещь. Теперь о том, как это будет осуществляться. Есть стойка для стрельбы, вы разворачиваете в то направление, делая шаг, делая шаг фронтом, и вы выводите оружие на стрельбу. Соответственно, я разворачиваюсь на 9 часов. Я стоял, мне захотелось выстрелить на 9. У меня там есть какая-то цель. Обратите внимание, ноги у меня стоят в линию. Почему? Да, разумеется, лучше, когда одна нога чуть сзади, и вторая чуть впереди. На практике, в реальном мире, когда вы начинаете стрелять, работать с оружием в какое-то направление, получится все, что угодно. Как вы сделаете шаг, куда вам удастся поставить стопу? Откому богу известно. Часто слово. Поэтому может получиться и так. Может получиться так, что ваше стреляющее плечо и стреляющая нога окажется вынесено вперед. То есть может оказаться вообще вот такая ситуация. Вы будете стрелять вот таким образом. Это тоже нормально. Не нужно паниковать по этому поводу. Ой, у меня не получается. Ерунда. Как получилось, так открываете огонь. Главное быстрее начать огневое воздействие по цели, которая собирается у вас выстрелить или уже стреляет. Это принципиальный момент совершенно. Значит, поворот в ту сторону. Я стоял, я сделал быстрый. Вернулся. Ну, я показывал со снятием студохраницы. Значит, в ту сторону никакого значения. Так, и разворот в обратную сторону. Я повернусь прямо спиной, буду разворачиваться на лапу, чтобы вы понимали, о чем у меня витрич. Еще раз говорю, я разворачиваюсь носком вперед, не пяткой назад. Я стоял. Значит, это самая простая вещь. Больше показывать не буду, или нет, можете потренироваться. Я говорю, хочется еще вам покручиться на месте. Никакого значения не нужно. Можете взять свои собственные руки. Вот это у вас будет цели, вот это у вас будет нужка. Вот вращаетесь на месте. Изображаю столько там в совмещении целика с мушкой. Если имеете оружие, хотя бы игрушечное, хоть водяной пистолет, у которого есть при цельном приспособлении, при разворотах совмещайте целика с мушкой. В этом все. Вы берите какую-то точку, желательно произвольную. Стоите у себя в комнате, вам захотелось, разворачивайтесь с артоватом в какое-то направление, и целика с мушкой ровно выцеливаете розетку, которая находится у вас в другом конце комнаты. Вот ровно совмещаете с ними, чтобы засадить в эту азию. Ну, например. Это про завороты. Есть еще варианты более интересные, более быстрые, и в определенных ситуациях реально спасающие, но мы об этом будем говорить, когда мы начнем заниматься, работать по помещению. Это вот базовый базис, который нужно уметь. Запомните, как ходят ноги, и тренируйтесь.